так здравствуйте у нас обзор мода радиус total war mode для соответственно вархаммера здесь добавлен сам радиус total war mode к нему добавлен юнит total war mode то есть новые юниты для вархаммера и обкип ванила то есть деньги в радиусе будет больше больше добавлен от городов но у них есть такой саб моде которую убавляет до ванильного чтобы усилить игру так я хочу показать какие юниты доступны теперь для раз и звер людей total war war радиусом он добавил так легендарная сложность ставим стандартно начал компании обычная просто добавлю на несколько юнитов в пределах десяти штук для более так сказать интересной игры для более планового развития то что некоторые сжалуются хотя у зверей я считаю что на легендарный звук уровне сложности самое легкое происходит прохождение компании так ролики мы не будем смотреть и вот стандартного сначала все стандарты у нас появились мы за за фазрага так давайте посмотрим сразу что нам добавить открываем производство и смотрим первая постройка в норе но пехота у нас горы и унгоры значит первые утери ничего не добавлено обычный носом гор копейщики он горы налетчики так тир-2 тир-2 у нас немножко изменен добавлен один а нет нет все то же самое тир-2 он горы копейщики и стадо онгоров вообще без изменений вот тир-3 изменен глобально там у нас должны были горы и унгоры горы то есть щитовики и горы атакующие здесь добавлен он он гор ядовитый охотник то есть урон от выстрелов у него 24 уже добавить дальность побольше на 15 тоже передовое развертывание и ядовитые атаки прекрасные юнити считаю да ребята горы щиты стандартные так стадо горов стандартно так идет горы это у нас альербарды стабильные все натиск хороший защита ближе бою неплохая и доспехи 50 принципе для пехоты империи они пойдут вполне для других тоже для орков так и горы с двумя они с большим оружием то есть или стопором из стопора бенда так секирами с тяжелым да вот они разрубают доспехи передовое развертывание все защита то же самое натиск такой же и дальше все больше 31 сил оружия конечно пробитие брони брони 50 четвертый тир бести горы у нас здесь были здесь у нас изменение бести горы копейщики крупными целями можно бороться 105 брони защита ближнего боя 52 уже мощнее юниты 75 их в отряде натиск хороший сил оружия отличная так бести горы с щитами щиты просто ли не будет стоять сил оружия неплохая натиск неплохой я так в ближнем бою прекрасно далее бести горы с двумя оружием и в руках это наверно два топора я так думаю что так натиск оружия натиск и арсил оружия прекрасные защита ближнего боя маленькая конечно 34 по ним будут сильно попадать но доспехи 105 неплохая пехота чтобы обходить флангу хотя скорость 32 стандартных генитов так здесь у нас все то же самое просто добавляется постройка да 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 далее собачья нора адская нора у нас собаки стандартные собаки ядовитые стандарты от роде хаоса стандарта но добавлено для любителей колесница колесница такого слабенький показатель она 2 всего лишь но для начала пойдет если кто желает собак играть конечно так дальше конница наши кентагоры кентигоры кентигоры они стандартные ванильные здесь у нас идет второй тир метательные топоры стандартные и добавленные секиры то есть акса топоры всадники тоже борьба с пехотой высок скорость 40 доспехов натиск хороший 47 все оружие неплохие для захода в тыл во фланг ребята прекрасный под поддержат например тех же горов и 3 на стир идет кентигоры с двухручным оружием это стандартно ванильная и добавленная у нас кто добавлен не поймешь всадники до бронебойность до очень высок скорость больше и круче вот это торков 65 доспехов неплохо что 50 защита в ближнем бою очень сильный натиск 53 очень сильно сил оружия 41 пробивает броню ребята тоже кавалерии добавили нам значит раз-два-два юнитика добавлено в калере для разнообразия кабаны и колесницы не изменены стандартные минотавры давайте от минотавры самый главный наш ударная сила который боятся все минотавры первые костричи стандартный минотавр потом идет у нас герой кровавый бык самый мощный унит у нас в игре минотавры двухручного оружия сняты с третьего тира поставлены во второй тир так и добавлены минотавры также 4 стандартный ванильный в третьем тире изменения 2 это у нас перевести не смогу но вижу что буки но какие-то слова бронем доспехи бронебойность больше круче не штраф в лицу доспехи 60 защита ближе бою 45 сила оружия 115 и конечно всего делать но у них удар по площади натиск 56 что значит вообще очень жестокие ребята и скорости обратите внимание 56 принадлежит дельной раскачки героев она превратится и в 70 будет вообще весело так и как хорн бус тоже больше круче борьба с пехотой доспехи и щиты у них кстати 60 доспехов 64 защита в ближнем бою такая же сила оружия натиск чуть меньше 47 там 54 скорость 56 атака пробивает броню да у нас атакам своеобразно ну-ка 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 атака у нас магический атаки защищен от обычного физического урона то есть нежики будет от них плохо ну то есть я мига призраком так здесь стандартные маги три вида магов звери смерть и природа так дальше разбираемся первый тир это у нас уже стрелков то есть наших пушек так сказать маги пушки и вот киворок у нас стандартный ванильный артиллерия наша дальше идет у нас сангорс это цари горов что ли так вот неистовство то есть управление не будет тяжелые доспехи бронебойность 75 штук в отряде 160 стоимость очень конечно большая 8000 хилсы это очень много 115 доспехов убежал от них и защита в ближнем бою 41 но это раскачивается всеми бычками сил оружия 50 нас 42 прекрасные ребята прекрасные ребята пехота с мячами здесь тоже пехота с мячами надо их добавляется такие же показатели чуть больше защиты но добавляется ядовитые атаки что есть хорошо и защита от любого натиска прекрасные ребята здесь у нас хороший урон до 49 самый большой урон атака опять магическая бронебойная борьба с пехотой высокая эффективность ближе бою пехота с мячами скорость 32 то есть это у нас горы такие большие горы будут красивые пехотинцы гигант не изменен все по единицам по единицам добавленным зверям радиусом это все дальше что по началу по началу игры очень многие спрашивают как проходить легендарку на начальном уровне здесь я выбрал тактику назвал тактику дерево то есть как она выглядит героем я до первом ходу все передал один герой конечно играть без наема вот это будет у меня основной герой здесь я сейчас я переходит на жму на которых по наукам сразу предлагаю изучить вначале потому что денег не хватит будет не хватать катастрофически вот это зловещий трофей ставим дисциплина в битвах с людьми и нам важно пока люди шанс уклонения неважно но проходящий навык скорость исследования 4 лет не обращать внимание дисциплина для ордов и героев плюс здесь более-менее но они прокачаются у нас сами а вот это главный навык стоимость найма минус 20 процентов со всеми прокачками плюс еще и от героев и от вспомогательных героев то есть прокачка минус 20 плюс 24 например от дополнительного героя это будет очень вам важно потому что денег у нас катастрофически не хватает кавхаусе вот эту первую я конечно же изучаем но здесь я стою перед выбором во втором сети выходит значит вот шанс уклонения 20 процентов это и проход до путь на войну или же чумные гнезда рост орды все войска плюс 5 тоже очень важный навык для начала ладно здесь вы можете разобраться сами конечно я иногда играю и доход от налетов 20 потом не бою потери это все не так страшно вот доход от разрушения поселения плюс 15 и сразу же следующий навык опять же доход от налетов плюс 25 и 15 от разрушения плюс 30 дохода от разрушения тоже очень неплохие показатели играя через минотавров когда я прохожу эти все навыки то есть изучаю я соответственно ухожу в пьяный ступор для лордов и героев атака в ближнем бою потому что именно игра ими и всего оружия для минотавров плюс 15 дальше там уже скорость для всех войск добавляю вот здесь процентов вам скорости которую натиск увеличить скорость от минотавров увеличить далее какая какая игра у меня сейчас я не переходить нажму сетап я вам покажу какой я использовал ведь прохождение легендарки звонил я сейчас конечно играю на радиусе но примерно я восстановлю его так вот основной герой у нас там я сразу обычно прыгаю или к этому городу сваря куда иду или вот к табара если ухожу корком нету как наоборот если я хожу корком я сначала бил бали разбираю перепрыгиваю суда разбираю и ухожу уплываю корком если к людям то наоборот табара перепрыгиваю хожу через княжества их не ну разоряю самая фишка люди орк зверей это в невидимом лагере лагерь сейчас не видим если кто-то не подойдет в упор не увидит его я использую тактику дерева вот это герой у меня вспомогательный я сразу переименовываю так как мои звери у нас там любовь к природе например вот я называю тополь м до тополем его называю вот он будет производить у меня все войска кроме первого первых горов они не нужны ему не нужны вот здесь мы это разрушаем он будет именно городом невидимым городом все буду в рост пихать отстраивать и он именно на рост и здесь у меня будут заниматься минотавры кента кентагоры там пи горы все я здесь буду нанимать кроме все что я захочу собак я не играю от роде хаос не играю в хаос на играл вот все что он драться не будет вообще он просто будет здесь стоять и плюс то доход пошел это только только доход у вас идет если у вас стоит его один дальше этим героем я бьюсь во всех боях боя не буду показывать вам там в принципе можно один боев показать как используется невидимость маскировка нет лучше я вам покажу бой последним сетапом значит я здесь развиваюсь до минотавров во втором городе то есть в первом городе значит делаете r3 до догоняюсь дело минотавров по отстраиваю их с помощью бычка которого дадут в начале бычков сейчас покажу специализацию затем покажу сетап какие должны быть для прохожих какие я использовал для прохождения компании 273 хода я закончил длинную кампанию так давайте загрузить вот она 273 хода зверолюди покажу вам сетапчик что вы поняли что я использую очень интересный только атака никакой обороны абсолютно никакой обороны нету не играют звери люди от обороны это не а гномы это не империя тот же хаос так у нас такое задание выполнено здесь вот долго компания ведь и завершена все она пройдена все мы выполнили все уничтожили падение людей убили сначала империю потом гномов добили там всех хаос уничтожили здесь конечно печально выглядит а империя здесь мы везде проходили все уходили там кто-то жив что нам не важно за гномами долго гонялся так и армии вот армия заново героя армия выглядит вот так два быка это два героя которые важны в этой игре очень важны без них никак первый бык у нас имеет раскачку значит у бычков у аха у них очень прекрасно раскачка для бойца но также есть и для раскачка для юнитов первого быка я раскачиваю всегда в стоимость минус армии стоимость на его минус вот здесь 10 очков дает и сразу дается ему бесчестное стадо бесчетное стадо то есть опыт для всех новых отрядов плюс 3 это прекрасно вначале и стоимость нами минус 4 то есть 24 24 процента минус найма и вы я вам показывал ту науку который дает минус 20 то есть у вас минус 44 процента будет стоимость наема 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 44 процента точно здесь у бычков какая раскачка или это берете раскачку или мораль почему два быка вы сразу наверно догадываетесь здесь берется или доспехи всем эти всем он дает плюс 20 доспехов плюс 15 сопротивления быстро вокруг себя и здесь еще 10 30 доспехов это прекрасно или же оружие вот надо выбирать вот я 1 быка цена выбираю соответственно здесь стоимость армии здесь земли за раскачиваю здесь просто немножко не докачался но это уже не страшно компания уже пройдет вот это первый бык 2 бык соответственно вы понимаете все что наоборот сюда здесь дисциплина здесь всего оружия всем усиление натиска так и ближе бою вот эти два быка они сами звери потом они идут прокачку там я вот использую через защиту и сначит ну тут уже не то неважно озолистая шкура все это вот быки они имеют скорость 64 64 герой у нас 87 и как в армии выглядит бою герои 2 быка бумага я подсоединил прошли колесница он тоже на колеснице ездит тоже скорость 76 плюс минотавры пошли вот 62 62 62 62 62 скорости вот это армиями объединяется в одну и единым кулаком в распространении от бычков ауры уничтожает все это мясные продукты мои у основного героя прокачка соответственно я же говорю вам 1 на первое здание до конца мясо у меня прокачивается тоже почти до конца здесь я не прокачиваю мне они не нужны я использую дешевых счетами стрелки и щитовики мясные я использую здесь потом броня доспехи всех войск броня доспехи всех войск тоже опыт всех новых отрядов и закрываясь налогами содержание минус 25 содержание минус 50 для всех войск и минус 8 орды знаете что уже развиваться у героя не будет а всего войска произвожу в другом втором герое в третьем правда сейчас умел немножко убит это второй просто добавочки тоже боец вот все войска я отстраивают именно в дереве которые вожу за собой или стоит она на месте как выглядит атака давайте такнем город вы скажу этот герой меня не докачанный вот говорят на 50 на 50 процентов мы атакуем герой не прокачанный до конца бычки не прокачать один бычок только у него просто я покажу схематически как как выглядит атака быков на город даже со стеками с двумя вот этот герой бы основной бы это снес бы за секунды сейчас может у нас проблема возникнет конечно пошли телер бар полно полно всяких ребят стрелков вот уже ники но я думаю тоже не составит нам трудом это уничтожить хотя компьютер нам до 50 на 50 попробуем недалеченные бычки на луне я всегда вначале выбираю всегда рост когда луна придет к вам то есть луна она дает там положительные отрицательно если выбираете в рост вот давайте первый бычка объединим берем всех минотавров к нему объединяем группу 1 ставим напротив ворот они маленький стек потом ребята лучники идут вперед давайте чуть в бок чтобы дать там пробежать к воротам к игрок поставим что запуска и стреляет отодвинем друг от друга чтобы башни пушечные если они прокачаны не уничтожали нас и ребята мясные которые будут зак отключать нам стены давайте расположим за за войсками чтобы опять не дали но дали нам пробежать все выделили начинаем бой начать битву посылаем к воротам вторых под ворота то есть отключать башни залезть и мясные стрелки у нас становится сюда для приема всего то есть все у нас идет игры начали стрелять эти пушки вода инотавры нам уже 1 отлетели это очень плохо нам вообще очень вредно попробуем пробить конечно все вот это мясо начал отвлекать давайте его развлечем значит говорим ты сюда лезешь ты сюда лезешь ты сюда залазишь ты сюда залазь кстати ученики начали у нас неплохо гадать минотавр пока не прокачанный ну ладно и нет у нас бафов особых мага нету давайте смотри вот отряд отключающий до сцепленную их не ворота рухнули уже сразу пробиваемся к нему не будем обращать внимание на пошли быкию в разнос то там будет тяжело сразу говорю зацепились но второго говорим вперед 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 ребята если что-то у нас есть на прокачку давайте восстановление вас в таком плане мы захватываемся давайте продвинемся за катапультами нас окружает соответственно здесь она идет по полной программе так бести горы у нас выбежали давайте сразу вниз к падают на этих бести горов пока не появились но здесь война идет наши стрелки наша конница можно туда заводить конец видите здесь отряды есть говорим дальше продвинуться давайте вот так вот продвигаемся вперед вперед к отряду нам проекты пробиться вот к этому да который отвечает за мораль по генералу нет у нас разгона нас окружили но вполне мы достойно стоит так что-то меня стесняется ребята давать здесь уже не стесняются залезли пошли наши эти горы атаковать давайте опять отряд атакуем давайте пройдем вперед немножко опять атаковать говорим еще стреляет пушка вообще сама неподпредственно вот там творите лица это герой опять вперед вот эти ребята я не понял не захотел здесь я говорю конечно так ребятам горе побегите дальше так смотрим что здесь у нас падает у нас народ добиваем этого добиваем его добиваем конечно будут потери так здесь мы уже все сделали давайте помогаем атаковать сюда всеми своими войсками герой атаковать пострадали герой вроде убил их и ходит у нас так сминаем это все ну и заканчиваем битву ну так сделать на травм катеряли но я друг друга этот не стандартный прокачки нет с бронёй только с атакой ноги в город мы захватим они еще могут до нас стрелять артиллерии в нас стреляет давайте выведем сюда пускай они все-таки добьют ее добиваем там все что можно пушки еще умудряются стрелять понимаете так залезли наши ученики началась стрельба захватываем и территорию так эти горы в этот зал залив скорость на них 90 должна быть там ребята тут радио уже стоит не вонила тут об она еще к нам приехал конь давайте перерабатывать ильконицу всеми можем конницу работает ну здесь быстро мы закончим с ними как герой бычок он конечно парень отчаянно кониках вырубает все победа захватили город потери меня не бывает минотавров но это установлен а так для начал для за показал за травки но я использую как используют их все спасибо за внимание играйте очень интересный радиус вот вообще отличный